Формирование этого гум-конвоя началось еще перед новогодними праздниками. Активное участие в сборе приняли сотрудники Матичинской прокуратуры, медицинские учреждения и учащиеся школ городского округа. Они очень хотели, чтобы их сладкие подарки быстрее попали и к сверстникам присоединенных территорий, и к бойцам СВО. Нашим детям сладости. Ну и там полторы тонны. Это не детям, это от детей взрослых, да? Да, да. Все-таки, да? Такая совокупность. Атаман Матичинского городского казачьего общества, руководитель конвоя Григорий Шиповалов, отмечает его особенность. Ведь передаются и сами машины. Об этом просили главу городского округа во время ее поездок на Донбасс. Кроме Соболя что из машин? Нива. Нива и Соболь. Они остаются прямо там. Генераторы, буржуйки, газовые баллоны, лопаты, топоры, укровной материал, колеса для машин – все это крайне важно. Но все дороже становятся книги, учебники и тетради. Одна из точек, куда ребята доставят гуманитарную помощь – это будет Сивашская школа, в которую мы летом отвозили котел для этой школы. И не так давно обратился директор школы с просьбой, если есть такая возможность, привезти им генератор со стабилизатором, потому что периодически отключается электричество, и система отопления страдает. Конвой достаточно большой, это на южную уже, как было сказано, направление. Поэтому каждая машина предназначена для своего, так сказать, и подразделения, и субъекта. Мы двигаемся, везем, доставляем, надеемся, принесем победу на шаг ближе. Всего доброго. Объем гуманитарных грузов из Мтич приближается к тысяче тонн. За ними стоят судьбы миллионов людей, которые должны выжить и победить. Алина Савваш, Сергей Берзин, Денис Корнев, Первоматичинский.